Девушки отдыхают Начнется год с амбициозной ролевой игры Kingdom Come Deliverance. Ее авторы из чешской студии Warhorse сознательно отказались от магии с драконами и решили выпустить игру в достоверном историческом сеттинге. Место действия — Королевство Богемия. Время — самое начало 15 века. Главный герой — сын кузнеца, потерявший семью во время вражеского набега и мечтающий отомстить обидчикам. История личной мести будет разыгрываться на фоне династических интриг и борьбы за трон, так что скучно не будет. А настоящим фанатам Средневековья авторы обещают продвинутую боевую систему и живой мир. Выйти Деливеранс должна 13 февраля на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. Через месяц с небольшим после Kingdom Come любители масштабных игр ждет еще один подарок. Far Cry 5 После путешествий по Африке и Азии серия Far Cry отправляется в Америку. Причем местом действия станет не какая-нибудь пропитанная кокаином Колумбия, а штат Монтана. А это значит, будут вооруженные дробовиками реднеки и прочий крутой колорит. Уже много лет одним из главных достоинств сериала были интересные злодеи, и пятая часть не должна разочаровать. Герою тут противостоит пастор-фундаменталист, который проповедует о близком судном дне и собирает собственную армию. Чтобы освободить округу от религиозных фанатиков, игроку придется заручиться помощью бойцов местного сопротивления, некоторые из которых станут вашими напарниками. Кроме того, впервые в истории сериала сюжет Far Cry 5 можно будет проходить в кооперативном режиме. Но, возможно, вам хочется не сражаться с религиозными фанатиками, а стать божеством самому. Это можно будет сделать, например, в новой God of War. Ее главный герой Кратос, дослужившийся до должности бога войны, стал для игр тем же, чем был когда-то для кино Арнольд Шварценеггер. Это был ультимативный альфа-воин без страха и упрека, зато с огромным запасом злости. В новой части сериала все немного изменится. За годы, прошедшие с предыдущей игры, Кратос остепенился и обзавелся сыном. Теперь ему есть что терять, поэтому былой бесшабашности от него, наверное, ждать не стоит. С другой стороны, боевых навыков он не растерял, а в мире явно опять назревают проблемы. Новое приключение будет основано не на греческой, а на скандинавской мифологии. Произойдут в игре довольно неожиданные изменения. Например, авторы намекают на крафтинг и более продвинутые элементы РПГ. Увидеть все своими глазами мы, скорее всего, сможем в первом квартале 2018 года. Пока все остальные пытаются увлечь игроков безостановочным экшеном, Ubisoft не забывает о тех, кто любит более вдумчивые развлечения. Например, о фанатах стратегических игр. К счастью, в 2018 году у них будет повод для радости. Выйдет Анна 1800. В новой части сериала игроки перенесутся в прошлое. Им придется торговать, сражаться и заниматься дипломатией, выстраивая собственную империю. Исторический период выбран не случайно. Поклонники сериала смогут лично принять участие в промышленной революции и использовать ее плоды как инструменты для достижения собственных целей. Впрочем, и для тех, кто не представляет жизни без быстрой езды, у Ubisoft кое-что припасено на 2018 год. Это продолжение гонки The Crew. Ее авторы активно работают над ошибками. Первая часть онлайновой гонки про Америку была амбициозной, но ее реализация была слабой. Во второй, кажется, все будет значительно лучше. Машинами приятнее управлять, мир стал детализирование, а главное — добавилось разнообразие. Теперь гонять разрешат не только на автомобилях и мотоциклах, а еще и на катерах и даже на самолетах. Причем переключаться с одного средства передвижения на другое можно будет в любой момент буквально на лету. И, как и в первой части, гонять можно будет по открытой карте США от побережья до побережья. Электроник Артс на последней Е3 анонсировала «A Way Out» — новую игру авторов инди-приключения Brothers A Tale of Two Sons. В отличие от первого проекта, «A Way Out» будет не фэнтезийной историей, а криминальным экшеном про побег из тюрьмы. А вот что останется неизменным, так это два героя, которым необходимо действовать сообща для решения различных задач. Правда, в этот раз управлять ими будут два разных игрока. «A Way Out» изначально разрабатывается как кооперативная игра. У некоторых это вызвало некоторый скепсис, но судя по тому, что нам показали летом в Лос-Анджелесе, выглядит проект многообещающе. Выйдет «A Way Out» 23 марта. Есть интересные релизы и у более мелких разработчиков и издателей. Среди них студия «Don't Not», которая прославилась благодаря интерактивной истории «Life is Strange». Их новая игра, кажется, будет максимально непохожа на то, чего привыкли ждать от них фанаты. «Вампир» — это экшен-РПГ, главный герой которой, английский врач Джонатан Рейд, превращенный в вампира. «При, пей, это моё сердце, так сказать, Господь». Поскольку Джонатан принял клятву Гиппократа, необходимость убивать людей и пить их кровь вызывает у него понятное моральное метание. Как рассказывают авторы, игрокам не обязательно будет заставлять героя идти против принципов. Игру якобы можно будет пройти, не опустившись до кровопролития. У тех же, кто захочет отведать крови, будет богатый набор оружия и способностей, которые можно использовать на охоте. Если на вампиров вам плевать, но вы очень любите супергероев, то у вас в 2018-м тоже будет повод для радости. На PlayStation 4 выйдет экшен Spider-Man. Судя по тому, что показывают публики разработчики, их игра обещает стать чуть ли не одним из главных событий года. Это быстрый и зрелищный боевик в открытом мире, который специально построен так, чтобы герою почаще приходилось пользоваться своими суперспособностями. Еще одна потенциально мощная игра в копилке Sony — новый проект Дэвида Кейджа. На этот раз Дэвид посвятил историю андроидам и их борьбе за равные права со своими создателями. Главными героями игры станут охотник на беглых роботов, сражающийся на их стороне активист и девушка-андроид, бежавшая с фабрики. В зависимости от решения игрока, сюжет может пойти очень разными путями. Некоторые из ключевых персонажей могут даже погибнуть, и это все равно не помешает вам увидеть финал. Но если у создателя Детройта проколы иногда случаются, то у студии Rockstar их вообще не бывает. Поэтому от вестерна Red Dead Redemption 2 все ждут только чудо. Несмотря на цифры в заголовке, действие второй части будет развиваться до событий оригинала. Но мы уверены, что это не помешает нам насладиться похождениями нового героя по имени Артур Морган, который вместе с подельниками рассекает по фронтиру в поисках приключений богатства. Точной даты выхода игры, к сожалению, нет. Впроработки атмосферности мало какая игра может сравниться с проектами Rockstar. Но есть такие, кто пытается взять свое при помощи интересных геймплейных механик. Таков, например, сериал Crackdown, последняя часть которого вышла аж 7 лет назад. Но в Microsoft не забывают о сериале. Его новая часть должна появиться на прилавках грядущей весной. Игрокам снова надо будет управлять агентами-бойцами, которые сражаются с преступностью при помощи спецспособностей. Главной же новинкой станет тотальная разрушаемость, которой, хочется верить, откроет кучу новых тактических возможностей. КОНЕЦ КОНЕЦ Ждет в 2018 году пополнение и сериал Total War. В Total War сага Thrones of Britannia разработчики собираются гораздо больше внимания уделить сюжету и созданию уникальных фракций. Всего они обещают 10 играбельных наций, но прохождение игры за каждую будет отличаться. Мир Thrones of Britannia станет меньше, чем в предыдущих частях. Но на карте будет гораздо больше мелких деталей. События игры развернутся в IX веке, а в центре истории окажется борьба за власть над Британскими островами. Эй, Магик Миро. У меня есть вопрос. Ты знаешь правила. Я не знаю времени, чтобы это было. Но самым неожиданным продолжением года уже стало The Wolf Among Us 2, авторы которой оказались теми еще троллями. В середине июля они прямым текстом заявили, продолжение нуар-детектива про Большого Серого Волка в обозримом будущем не будет. А буквально через несколько часов выпустили ролик, в котором создатели игры зачитывали негодующие сообщения от поклонников. Завершилось видео, конечно же, анонсом второго сезона. Чему будет посвящен его сюжет, разработчики пока не рассказывают. Известно только, что главными героями по-прежнему останутся Серый Волк и Белоснежка. Некоторые фанаты предполагают, что во втором сезоне нам покажут ту самую волшебную страну, из которой бежали все персонажи сериала. В любом случае, пропустить такой подарок точно будет нельзя. Если у фанатов Wolf Among Us были очень серьезные основания ждать сиквела, то поклонники Shenmue уже сто раз успели попрощаться с любимой серией. Первые две игры вышли еще в 1999 и 2001 годах на консоли Sega Dreamcast. Они произвели маленькую революцию и сформировали самый настоящий культ. В конце концов, они были самыми дорогими играми своего времени. Возможно, даже слишком дорогими, потому что окупиться первые две Shenmue не смогли. Из-за этого третью часть надолго положили под сукно. Фанаты уже перестали по-настоящему надеяться на продолжение, пока его, наконец, не анонсировали на E3 2015 года. Действие новой игры развернется в 1987 году, а главным героем опять станет японец Рё Хазуки, который отправился в Китай, чтобы найти убийцу своего отца. Какой бы ни получилась третья часть сериала, просто увидеть ее в наше время уже будет чудом. Похожая ситуация сложилась и со второй частью Beyond Good and Evil. Игру то отменяли, то возрождали, а последняя более-менее достоверная информация о ней относилась еще к 2009 году. Но прошлым летом Ubisoft, наконец, решили показать большое видео из второй части. На презентации игры снова выступил ее создатель, знаменитый гейм-дизайнер Мишель Ансель. Оказывается, игра очень даже жива, а замах у ее авторов еще мощнее, чем в прошлый раз. Беспокоит только одно — вторая часть все еще находится на ранних стадиях разработки, так что надежды на то, что она успеет выйти в 2018 году, невелики. Там никого нет, Артем. Никто нам не поможет. Никто не услышит. То же самое относится и к игре «Метро Экзодус». Третью часть сериала тоже анонсировали прошлым летом, но к 2018 году такая масштабная игра может и не успеть. В любом случае, ждать ее хочется. Мне хочется верить, что где-то там есть мир, Артем. Мне хочется мечтать. На этот раз бессменному герою «Метро Артему» предстоит выбраться из подземного убежища и совершить опасное путешествие на Дальний Восток России. В том, что игра будет крутой, мы почти не сомневаемся. Осталось только убедиться, что в список 2018 года мы ее включаем не зря. Я помню, когда планы улетели из неба. Когда тренинг начали ходить. Когда турбины улетели из неба. И мир пошел в ткань. А вот в Days Gone мы сперва признаться не верили. Во время первого показа игра выглядела как дешевая копия The Last of Us. А единственной потенциально интересной ее фишкой были огромные полчища зомби, от которых убегал главный герой. Год спустя на очередной Е3 мы вновь увидели Days Gone и она выглядела уже намного, намного круче. Оказалось, что разработчики планируют масштабный зомби-экшен в открытом мире, где игрок сможет сам решать, как выполнять задание. Интереснее же всего оказалось то, что сами зомби здесь не только постоянные угрозы, но и инструмент, который можно использовать с выгодой для себя. Например, натравить на врагов. Ну и, наконец, разработкой Days Gone занимается та же студия, которая когда-то придумала сериал Siphon Filter, хорошо знакомый фанатам PlayStation. Думаем, этим людям можно доверять. в ком же мы точно не сомневались ни минуты, так это в The Last of Us 2. Если бы нас попросили вычеркнуть из этого списка все игры, кроме одной, мы недолго выбирали бы, кого оставить. Первая часть The Last of Us стала для нас чуть ли не главной игрой на PlayStation 3, и о продолжении мы мечтаем с того самого момента, как добрались до финальных титров оригинала. Ладно. Пока о сиквеле известно крайне мало. Мы знаем, что события развернутся спустя пять лет после финала The Last of Us, а главной героиней станет подросшая Элли. Также разработчики рассказывают, что если главной темой первой части была любовь, то в продолжении они сконцентрируются на ненависти. Остается надеяться, что Naughty Dog успеет выпустить игру в 2018 году, хотя шансы на это, честно говоря, невелики. Ну и, конечно, нельзя забывать о главном визионере игровой индустрии Хидео Кодзиме. Death Stranding станет его первой игрой после разрыва с Konami. Пока о ней известно крайне мало, а сам Кодзима, рассказывая о проекте, не столько отвечает на вопросы, сколько создает новые. Мы знаем, что действие игры развернется в открытом мире, а жанр ее сам автор определяет как квази-экшен. Кодзима обещает представить некие абсолютно новые механики, которые перевернут наши представления о видеоиграх. В Death Stranding, судя по всему, будут онлайн-элементы. Некоторые инсайдеры сравнивают игру с Dark Souls, где игроки могли вторгаться в миры друг друга. Но Кодзима заявляет, что хочет провоцировать пользователей не на конфликт, а на совместную работу. Что касается сюжета, то предполагается, что он будет посвящен столкновению двух миров, один из которых поглощает другой. Впрочем, даже актер Матс Миккельсон, играющий в Death Stranding, одного из персонажей, как-то признался, что сам до конца не понял, о чем говорится в игре. И это после того, как ему попытался все объяснить лично Хидео Кодзима. Помимо Миккельсона, в работе над игрой принимают участие режиссер Гильермо Дель Торо и актер Норман Ридус. На этом о главных играх 2018 года, пожалуй, пока все. Как всегда, кто-то из этого списка наверняка не сможет выйти вовремя. Зато не вошедшие сюда игры станут приятным сюрпризом.